Если бы мне сейчас было восемь, за окном сентябрь, дождливая школьная осень, я любил бы девочку, которую звали Оля. Искренне, безвозмездно, без драмы и алкоголя. Я бы не кричала у нее под окнами, чтобы она обратила внимание, мне бы хотелось сбодоражить ее сознание, чтобы она чувствовала, что я рядом и очень близко. Написал бы Оля примерно такую записку. Второй класс – это только начало. Меня, конечно, еще не терзало и не бросало, но я повзрослею и стану твоей защитой, даже если ты будешь капризной или сердитой. Поехали ото всех и куда подальше, чтобы жить не как все живут или жили раньше, а скорее как хочется, понемножечку, камушек за камушком и за ложкой ложечку. Ты только меня люби, все обязательно сбудется. Я же тебе с первого взгляда не кажется и не чудится. У нас с тобой все получится, приключается. Это, кстати, не перестаешь, мне сняется. Маленькая Оленька прочитала бы и заплакала. Для нее это было бы важно и как-то знаково. Думала два-три дня, потом подошла бы на улице и ответила. Я тебе верю. А значит, все точно сбудется. Было бы мне сейчас около двадцати пяти, я бы отыскал бы Олю. А тут и драмы, и рок, и тяготы с алкоголем. Мы бы прошли сквозь череду испытаний, чтобы дойти до самых важных признаний. Когда мне случается тридцать, у нас будет дом и место, где просыпаешься и сразу как-то чудесно, где забота и любовь, где ты к сердцу близко. И каждый день на холодильнике есть запеска. Я любила тебя с первого детского взгляда, с первого взрослого вздоха. Любила так, что иногда аж плохо. Мы свернули с тобой горы, реки, равнины, но прошу, пожалуйста, не забудь витамин.